Субтитры создавал DimaTorzok А также являюсь старшим пастором еврейско-мессианской общины Новый Иерусалим Тема нашей беседы – Мессия Иисус в символах пасхального седора Когда вообще я говорю об Мессии Иисусе и Еврейской Пасхе, часто слышу вопрос А при чем здесь Мессия Иисус и Еврейская Пасха? Ведь это же Еврейская Пасха! Совершенно верно, это Еврейская Пасха! Но мы должны с вами не забывать, что Иисус также был евреем И знаете, когда Он жил здесь на земле среди нас, Он также праздновал Еврейскую Пасху Кроме того, Его образ присутствует во всех символах Еврейской Пасхи В обетовании искупления и история самой Еврейской Пасхи – это история именно искупления История нашего освобождения из египетского рабства Мы, евреи, верующие в Мессию Иисуса, воспринимаем седор как наглядный урок жизни и миссии Акца Божьего Который взял на себя грех мира И знаете, я рекомендую вам, чтобы вы были внимательны Потому что когда вы будете смотреть на все эти символы, как смотрим на них мы Вы увидите в действительности образ Его смерти, воскресения и обетование возвращения в символах Пасхального Седора Мы сегодня начнем, знаете, не с самого Седора Мы начнем рассматривать с вами Евангелие и отрывки, которые говорят о Пасхальном ужине Или, как часто, наверное, вы слышали, такое название, как Вечеря Господня Настал же день опресноков, говорится в Евангелии от Луки, 22 главе, 7, 8 и 13 стихе В который надлежало заколать пасхального Акца И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху Наши предки должны были есть первую пасхальную вечерю с припоясными чеслами С обувью на ногах и посохами в руках Готовыми отправиться в путь в любой момент по требованию Божьему Сегодня мы расслабляемся и возлежим на подушках Дело в том, что в древности, в странах Ближнего Востока только свободные Только искупленные могли возлежать за ужином Обратите внимание, что в Евангелии от Луки, 22 главе, в 14 стихе написано И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним Мессия, собрав учеников в своей комнате в Иерусалиме Во все остальные ночи мы сидя, едим или облокотившись Но в этот вечер мы едим, облокотившись Первая Пасха праздновалась народом, который был в рабстве Тогда-то мы были рабами, но теперь мы свободны Свободны Сынам Израиля было сказано, есть Пасху в поспешности Чтобы их честа были припоясаны и посох был в руке Сандали на ногах для того, чтобы быть готовыми к выходу из Египта Сегодня, еще раз хочу напомнить, мы все можем облокотиться И свободно наслаждаться пасхальным седором В Луки, 22 главе, 15 стихе Иисус сказал Очень желал я есть с вами эту Пасху Прежде моего страдания Вы знаете, он передавал им еду Именно там, в контексте этого празднования Мессия Иисус, Ишуа Открыл тайну Божьего плана искупления Он говорил им о своем теле, о крови Он объяснял, что ему придется умереть Не случайно Мессия избрал Пасху для установления того Что сейчас называется причастием Вечерей Господней Потому что в истории о пасхальном агнце Ишуа Лучше всего мог объяснить то, что будет происходить с ним в ближайшие тяжелые часы Пасха также говорит о средстве этого искупления Через жертву пасхального ягненка Моим предкам было сказано Взять ягненка без пятна и порока И испечь его Не сломав ни одной косточки А кровью его помазать косяки и дверей Для этого, знаете, хозяину дома Приходилось делать некоторые вещи Которые, может быть, кажутся сегодня очень странными Они взяли в дом ягненка Они его две недели кормили, поили Это небольшое время, но люди успевали привыкнуть к нему Особенно дети И вот наступает такое время Что нужно взять И этого ягненка убить Для этого хозяин дома Выходил на порог своих дверей И, знаете, специально вырывалось в земле такое отверстие Куда сливалась кровь этого ягненка После того, как хозяин перерезал ему горло Потом он брал и соп Помазывал перекладину дверей Помазывал косяк слева Помазывал косяк справа И наверняка вы можете в этом уже прообразе что-то увидеть Я лично вижу Вижу прообраз Мессии Иешуа Который распят на Голгофском кресте Кровь, которая была на перекладине сверху Это та кровь, которая была на его голове От термого венца Кровь на перекладине слева Кровь от прибитой руки Кровь на перекладине справа Кровь от прибитой руки И кровь, которая внизу Это прибитые ноги В действительности Этот прообраз Он на самом деле очень сильно Демонстрирует эти важные события Распятия Иешуа Но по нашему послушанию Божьему повелению И по нашей вере в то, что Это будет эффективно Мы не испытали на себе десятой казни Которая пала на землю египетскую Ибо когда ангел смерти видел кровь на наших дверях Смерть проходила мимо Отсюда и название Пасха От ивритского слова Песах Прохождение мимо Это праздник воспоминания о том Когда смерть прошла мимо домов сынов Израиля Благодаря крови Крови Ягненка Пасхального ангелса Какой акт искупления Но он символизирует еще большее искупление Через жертву другого пасхального ангелса Ангелса Мессии Иисуса Ибо так же как ни одна кость не была сокрушена у тех первых ягнят Так и у Иисуса ни одна кость не была сокрушена в его смерти И так же как мои предки должны были с верою помазать косяки дверей своего дома Кровью того ягненка Так же и каждый из нас должен с вами помазать косяки нашего сердца Чтобы в действительности смерть миновала нас И мы могли иметь обетование жизни вечной Итак, давайте немножко поговорим о том, что происходит на Пасхальном Седере Всегда есть четыре чаши Или, знаете, чаши, которые мы с вами выпиваем Просто четыре раза чаша наполняется Но каждая из них имеет свое название Первая чаша – это чаша кедуш Чаша освящения Вторая – чаша казни Третья – искупление И четвертая чаша – это чаша хвалы, ханель В Евангелии от Луки 22 главе говорится о двух чаш Первой – кедуш И третьей – искупление Почему именно эти две чаши упоминаются? Потому что они считаются самыми важными Первой чашей освящается весь ход служения А третья чаша символизирует кровь пасхального агнца Также в Евангелии от Матфея 26 главе 27-28 стих Говорится о третьей чаше искупления И вот в 26 главе 30 стихе Написано «И воспев пошли на гору Илеонскую» И это упоминание отправляет нас к четвертой чаше – чаши хвалы Итак, еще раз Первый бокал называется чаша кедуш Или чаша освящения С первой чаши хозяин дома благословляет всю предстоящую церемонию Когда Ишуа, Мессия, начал свой последний пасхальный седр Он разделил чашу со своими учениками и сказал «Примите ее и разделите между собой Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного доколе не придет Царствие Божье» Это записано в Евангелии от Луки 22 главе 17-18 стих Еще существует некая традиция на Песах, на седр На Пасху глава семьи одевает особые одежды Знаете, он одевает такой белый китель Потому что, согласно еврейской традиции, белое символизирует царствование Мужчина-еврей часто покрывает голову в знак уважения пред Богом Но на седр, вместо обычной кипы, глава семьи надевает что-то более торжественное И так он облечен в царские одежды и символ венца Потому что глава семьи на седре является царем И как царь он проводит свою семью через традиционный пасхальный седр Еще есть очень интересная традиция Она называется первое омовение рук Она совершается хозяином И знаете, после этого омовения Она его как бы отделяет от всех остальных участников праздника Вот это вот омовение рук является знаком, что он самый важный из собравшихся за столом Мессия Иисус использовал эту часть обычного ритуала, чтобы научить нас Что важным был не ритуальный обряд, но шаг любви и веры Он омыл ноги даже Иуде В Евангелии от Иоанна в 13 главе мы читаем с 3 по 5 стих Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его И что Он от Бога и шел и к Богу отходит Встал с вечери, снял себе верхнюю одежду И, взяв полотенце, припоясался Потом влил воды в умывальницу И начал умывать ноги ученикам И оттирать полотенцем, которым был припоясан Также в Евангелии от Иоанна 13 главе мы читаем с вами 12 и 14 стих Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им Знаете, что ли я отдел сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо я точно то Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу И вот интересно, что этот в действительности такой важный ритуал При котором Мессия Иисус должен был, знаете, стать самым важным Занят царское положение Он показал, что в Его Царстве есть некоторое другое положение для тех, кто хочет быть выше Как Он сказал, если ты хочешь быть выше, тебе нужно быть на самом деле ниже И быть тем, кто служит, а не тем, кто возлежит и принимает служение по отношению к себе Именно по этой причине Мессия Иисус и показал, что те, кто хочет занять высокое положение в Его Царстве Им следует быть теми, кто служит другим и любит других Очень интересно, знаете, еще есть такая традиция, о которой тоже не говорится напрямую в Евангелиях Почему напрямую? Потому что речь идет о хагиге, это запеченное яйцо И также еще говорится о косточке Сегодня вот мы используем, знаете, вот косточку на пасхальном седоре Во времена Иисуса еще использовались сами ягнята, потому что их приносили в жертву И сам ягненок съедался Ну, сегодня, знаете, не съедается больше ягненок Обычно уже еврейские семьи не используют ягня для того, чтобы приносить их в жертву Потому что мы все прекрасно понимаем, что в 70-м году нашей эры храм был разрушен Жертвоприношение прекратилось И уже никто из нас не может принести те жертвы, которые приносились тогда Поэтому эта косточка и яйцо, которое обычно присутствует на столе Они символизируют действительности тех жертв, которые мы уже не приносим Ну, почему я хочу сегодня о них упомянуть? Причина заключена в том, что в действительности возникает очень важный вопрос Когда мы видим на своем столе, на пасхальном своем столе, мы видим косточку И когда мы видим яйцо, которое символизирует жертвы, принесенные в храме Возникает очень важный вопрос Если нет храма, если нет жертвенника, если нет жертвы Как можно получить очищение от грехов? Потому что, знаете, в законе Моисея говорится недвухсмысленно В Левит 17 главе 11 стихе так написано Потому что душа – тело в крови И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает Некоторые люди, евреи и неевреи, могут сказать Может быть, это и было важно тогда, 2000 лет назад Но сегодня это уже не имеет никакого отношения к нашей жизни Неужели? Тогда почему же, знаете, в Агаде Это специальная книга, в которой описывается весь ход служения Написано, что история Пасхи Нам необходимо ее воспринимать лично Как будто это каждый из нас выходит из Египта Но я, знаете, предлагаю вам продвинуться дальше И подумать вот о чем Что нам каждому в действительности на самом деле Необходимо воспринимать историю искупления лично Потому что каждый из нас лично нуждается в искуплении Ну и вновь этот вопрос Но как же возможно искупление без жертвы? Как возможно искупление без Агнца? Вы знаете, мы, кто верит в Мессию Иешуа Верим, что Он является Агнцем Божьим, нашей Пасхой Сам Бог через Иешуа забрал грех мира Итак, пришло время поговорить о чаше искупления Это, по сути, центральный момент всей церемонии В Евангелии от Луки, 22 главе, 20 стихе написано Так же и чашу После вечери, говоря сия, чаша, есть новый завет моей крови Которая за вас проливается Но прежде чем мы продолжим говорить о чаше искупления Мы должны поговорить о хлебе Потому что Лука в 22 главе, стихом ранее, в 19 стихе Он говорит И, взяв хлеб, то есть Иисус И, благодарив, преломил и подал им, говоря Сие есть тело мое, которое за вас предается Сие творите в мое воспоминание И, знаете, речь пойдет сейчас об афекомане Возможно, звучит как-то странно Ну, это греческое вообще слово, которое обозначает то, что будет после В Евангелиях нет упоминания об афекомане И, тем более, нет упоминания о мацатош Вот сегодня у меня тоже есть мацатош И мы о нем поговорим чуть больше Вообще, мацатош — это хранилище для мацы Его называют единством В нем есть три отделения И в каждом из них содержится пласт мацы Традиционно берется средний пласт мацы Произносится молитва И этот пласт мацы преломляется Знаете, нам стоит немножко порассуждать вообще над мацой Мацу называют хлебом бедности Хлеб, который наши отцы ели в Египте Но на Песах обычно, знаете, существует такое приветствие Или так говорят Пусть все, кто голоден, придет и ест Пусть все, кто в нужде, разделяет надежду Пасхи Так же, как этот средний хлеб бедствия преломляется Тело Мессии было ломимо Одна часть вот этого отломленного кусочка Она и называется офиком Вообще, ну, то, что вот в переводе обозначает то, что будет после Мы ее оборачиваем обычно салфеткой Сегодня существуют различные такие специальные мешочки, в которые она кладется И, знаете, по традиции дети должны отвернуться И после чего мы берем и прячем этот кусочек мацы Офикомы Подобно тому, как тело Мессии было обернуто для погребения И прячется этот офикомы Ну, знаете, как Мессия был помещен в гробницу Спрятан на время Так же и офикомын Спрятан Помещен, как бы, условно в гробницу И как Мессия воскрес из мертвых и предстал пред нами На третий день Так же офикомын После ужина Должен быть найден и появиться на свет И вообще, это, знаете, всегда очень такое, ну, впечатляющее зрелище В отношении того, что в действительности Как оно сильно показывает нам Вот этот момент того, что Мессия Иисус отождествил Своё тело с этим хлебом Офикомыном И как действие своего процесса Что оно преломляется Оно прячется Как хоронится И потом вновь появляется на свет Как воскрешает из мертвых Это в действительности прекрасный прообраз Или символ Обычно, если мы продолжаем говорить с вами О хлебе, о маце, да То в обычные дни Обычно все едят дрожжевой хлеб Но в Пасху мы едим только мацу Пресный хлеб Когда сыны Израиля убежали из Египта Не было времени для теста подняться Вместо этого горячее солнце пустыни Испекло на эти плоские лепёшки Но что ещё важнее Это то, что Писание учит нас Что закваска символизирует грех И, наверное, многие из вас Могли бы уже сейчас прямо вспомнить Эти слова, которые сказал апостол Павел В первом послании Коринфянам В пятой главе Шестого по седьмой стих Разве не знаете, что малая закваска Квасит всё тесто? Итак, очистите старую закваску Чтобы быть вам новым тестом Так как вы бесквасны Ибо Пасха наша, Мессия Заклан за нас Вы знаете, традиционно Мы всегда приглашаем всех К тому, чтобы во время Пасха Уничтожать наши старые привычки Греха, эгоизма И начинать свежую, новую и святую жизнь И я скажу, что на самом деле Это важно не только на Пасх Я призываю всех нас к тому Чтобы мы в каждом дне стремились К тому, чтобы в действительности Избавиться от этой закваски греха И уничтожать свои старые привычки Греха, эгоизма И начинать свежую, новую жизнь Обновлённую в Мессии и Иисусе Когда ужин подошёл к концу Приходит время третьей чаши Чаши искупления И вот Афекомен уже найден Он нашёлся, он возвращается И каждый человек получает По кусочку Афекомена Каждый получает по кусочку Афекомена И этот кусочек, его нужно съесть вместе С принятием третьей чаши Вы помните? Чаши искупления И конечно, наверное, вы сразу уже подумали Как и я сегодня это понимаю Что отсюда и произошло причастие И не только это Но подумайте, где ещё можно Более ясную Найти иллюстрацию Нашего Мессии Иисуса Чем в этом обычае Связанном с Афекоменом Который преломляется Хоронится А потом опять вытаскивается На свет Ну, даже сама Маца Наверняка вы все видели Мацу Да, но я вот вам ещё раз её продемонстрирую Даже сама Маца В которой нет ни капли дождевого теста Является символом безгрешной природы Мессии Иисуса Раввины сформулировали Специальные правила приготовления Мацы Вы знаете, если мы внимательно с вами Рассмотрим Мацу Мы увидим Такие здесь борозды есть Очень интересно Зачем это, да? Как бы Но даже в этом Знаете, мы находим для себя Некое такое объяснение И сразу вспоминаются слова Пророка Исаии 53 главы 5 стихе Где Исаия говорит Но он изъязлен был За грехи наши И мучим За беззакония наши Наказание мира нашего Было на нём И ранами его Мы исцелились Вы знаете, если мы ещё раз Посмотрим на Мацу То все вы увидите Что Маца Она вот Знаете, проколота В такие дырочки И, конечно Сразу приходят слова Пророка Захарии Из 12 главы 10 стиха А на дом Давида И на жителей Иерусалима И зальют дух благодати И умиления И они возрят на него Которого пронзили И будут рыдать о нём Как рыдают о единородном сыне И скорбеть Как скорбят о первенце И Исаия Ещё раз там же В 53 главе В 8 стихе говорит За преступление народа моего Претерпел казнь Вы знаете Это потрясающе Но что Вот хочу ещё раз вернуться К Мацатош Потому что В действительности Я вижу нашего Мессию Не только в Эфикомыне Но и в Мацатош Вы помните Это хранилище для Мацы Где хранится Три пластомацы Один из которых Мы с вами достали Ну или достается обычно Во время пасхального седора Он преломляется И прячется Хоронится Как мы говорим И вновь появляется на свет То что мы называем Афикомын Вы знаете Очень интересно Что на сегодняшний день Между раввинами Нет ни единого мнения По поводу того Что же означает Этот странный Как бы можно было бы сказать Сверток Это Ну как бы Таинственное Три В одном Некоторые учат Что Мацатош Представляет Собой Трёх патриархов Израиля Это Авраама Исаака И Иакова Другие говорят Что эти три Мацы Представляют собой Три группы Поклоняющихся В древнем царстве Священники Левиты И народ Израиля Третьи учат Что Мацатош Представляет собой Три венца Венец учения Венец священства И венец царства Но почему Всё же Тогда Средняя Маца Достается Преломляется Хоронится А потом появляется Опять Сегодня Еврейское общество Ну Утратило Происхождение Этой традиции Вот почему Так много Различных Объяснений Но к сожалению Ни одно из них Вообще на самом деле Не может Объяснить Тогда почему Именно Средний пласт Достается Преломляется Хоронится И потом появляется Вновь И почему Именно Именно Вот эти вот Кусочки Офекомена Мы должны Принимать Третья чаша Чаша Искупления Но Существует И другое Объяснение Корни которого Уходят В первый век Нашей эры Три мацы Сложенные Вместе Они Являются Единством Как Три в одном И можно Скать так Три единства Ну Троица Да В еврите Есть слово Которое Обозначает Такое Единство Это слово Звучит Как Эхат Мне оно Сразу Напоминает Слова Которые Бог Нам дал Через Моисея Который Сказал Шма Исраэль Адонай Лахэйну Адонай Эхат Слушай Израиль Господь Бог наш Господь Един Есть Слово Переведенное В данном Случа Как Един Эхат Означает Единство Мы Евреи Которые Верим В Мессию Иисуса Знаем Также Что Единство Масатош Свидетельствует О единстве Одного Бога Открывающего Себя В трех Личностях Бог Отец Бог Сын И Бог Дух Святой Тогда Знаете Становится Понятно Почему Средняя Маса Преломляется Хоронится А потом Появляется Опять Я думаю Потому что Мессия Иисус Был Преломлен Похоронен А потом Вернулся К жизни И еще Афи Комен Это Заключительное Блюдо Съедаемое На Пасху Он Раздается Так же Как Раздавался Пасхальный Агнец Со времен Исхода До Разрушения Второго Храма В Евангелии От Матфея Матфея 26 Знаете Хотел бы Так же Еще Вспомнить Некакие слова Очень важные слова Которые Говорит Пророк Иса Вот Рука Господа Не сократилась Чтобы Спасать 59 Глава 1 стих И Помогла Ему Мышца Его И Правда Его Поддержала Его 59 Глава 16 В итоге Кусочек Афи Комена И Третья Чаша Принимаются Вместе И Знаете Нету Прямого Так же Упоминания В Евангелии Еще Об одной Чаше Или Часто Это даже Целый Прибор Но Я думаю Что нам Стоит Сегодня Тоже На это Посмотреть Потому Что Это Важно Для Нас Это Чаша Ильи Или Даже Целый Прибор Для Ильи Который На Седер Во многих Найти Еврейских Семьях Накрывают На Столе Почему Именно Мы С вами Говорим О Илья Потому Что Написано У пророка Малахии Что Перед Тем Как Придет Мессия Должен Будет Вернуться Илья Хуханови То Есть Пророк Илья И вот Малахия Четвертая Глава Пятый Стих Вот Я Пошлю К Вам Илью Пророка Пред Наступлением Дня Господня Великого И Страшного Илья Не Увидел Смерти Но Был Вознесен На Небеса Великим Ветром Вогненной Колеснице Мы Надеемся Что Илья Придет На Песах Чтобы Провозгласить Приход Мессии Сына Давидова До Того Как Иоанн Креститель Родился Ангел Господень Сказал И Придет Пред Ним В духе И силе Ильи Дабы Представить Господу Народ Подготовленный Евангелие От Луки 1 глава 17 стих И Я знаю Что Илья Уже Вернулся Потому Что Говоря О пророке Иоанне Иисус Сказал И Если Хотите Принять Он Есть Илья Которому Должно Прийти Евангелие От Матфея 11 глава 14 стих Пророк Предтеча Мессии Пришел Так же Как и пришел Сам Мессия Иисус Спаситель Евреев И неевреев Тот же Самый Иоанн Увидев Иешуа Провозгласил Вот Агнец Божий Который Берет На себя Грех Мира Евангелие Евангелие От Иоанна 1 глава 29 стих Вы знаете Я надеюсь И верю Что В действительности Вы Увидите Так же Как видим Мы Евреи Верующие Иисуса Во всех Этих Символах Пасхального Седора В действительности Присутствия Нашего Мессии Иисуса Нашего Господа И Спасителя Этого Небесного Агнца Который Принес Себя За нас Жертву Чтобы мы Примирившись С Ним Через Его пролитую Кровь Могли Иметь Спасение И жизнь Вечную Присутствие Всемогущего Бога Пусть Бог Благословит Вас И в действительности Поможет Вам Понять эти Важные Истины Во имя Ишуа Амин Субтитры